здравствуйте дорогие друзья на связи дмитрий николаев и сегодняшнем обзоре мы с вами вместе поговорим о известном и уверен всеми любимом виджете fs2 а вернее об его изменениях первую очередь хочу сказать что этот виджет уже чуть больше месяца доступен не только для жителей украины но и для жителей россии белоруссии казахстана и других стран и расскажу о некоторых изменениях также пройдемся по самым основным пунктом его меню последней версии виджета fs2 0 5 и 5 добавлено главное меню которое упрощает доступ к некоторым фильтрам жанрам и некоторым разделом также стала присутствует новая клавиатура уже с голосовым вводом для телевизоров который поддерживает естественно этот голосовой ввод присутствует возможность отключить в настройках оповещения о выходе новой версии и также добавлена кнопка и при нажатии на кнопку info отображение о версии виджета и также присутствует многие другие изменения и добавления которые мы с вами вместе пройдемся уже непосредственно с меню виджета с телевизора этот виджет его последнюю версию я уже установил на свой телевизор в новых моих обзорах я уже не буду рассказывать о том как устанавливать виджеты о том как создавать учетную запись develop так как на эту тему вот в этом уроке мы полностью рассмотрели это все на всех моделях и сериях телевизоров samsung поэтому для всех тех кто еще не знает как это делается и с помощью чего с компьютера устанавливается виджеты на наши телевизоры samsung я настоятельно рекомендую нажать вот сейчас на вот эту ссылочку и вы перейдете к уроку в котором полностью об этом все рассказывается создавайте учетную запись develop устанавливаете сервер сами виджет и после чего возвращайтесь к этому обзору ну а мы начинаем обзор и так прикольно телевизору к установленному уже виджету fs2 0 5 и 5 и так я перешел к своему телевизору включил smart tv на пульте и сейчас уже установленный виджет fs2 буду запускать вот он у меня находится я выбираю его и запускаю его и так перед нами открывается главное меню где сразу внизу показаны подсказки то есть при нажатии на красную кнопку на пульте а мы переходим в раздел избранное ну тут у меня сейчас пока ничего не добавлено поэтому он пуст при нажатии на клавиатуре на кнопку c это мы добавляем фильм в избранное одну давайте например я хочу robocop 2014 добавить в избранное нажимаю на пульте на c и выходит уведомление что робокоп добавлен в избранное ну нажимаю на пульте на кнопку а проверяю да действительно в избранном у меня находится робокоп и так идем далее значит для переключения по категории можно использовать на пульте как и цифры от 0 до 9 так и кнопочку переключения каналов если мы выбираем единичку у нас идут первое в левом верхнем углу фильмы далее идет двойка мультфильмы тройка клипы четверка сериалы пятерка мультсериалы шестерка телепередачи семерка концерты восьмерка сборники и девятка у нас идет альбомы то есть какие-то музыкальные альбомы значит мы можем переключать по категориям с помощью цифр от 0 до 9 или вот с помощью я сейчас нажимаю на переключение по каналам и то же самое происходит действие переключается по категориям при нажатии на кнопочку на пульте инфо у нас появляется всплывающая такое окошечко в котором у нас показана версия самого виджета и модель нашего телевизора и после чего тут можно вот так промотать чтобы прочитать что изменено и что добавлено в этой версии виджета далее при нажатии на кнопочку гид или tools это в зависимости от модели и серии телевизора samsung появляется вот такая клавиатура для поиска и при нажатии на кнопочку инфо мы можем сменить на клавиатуру любую какую нам будет предложено какая нам больше понравится и так я один раз нажимаю выпадает вот такая клавиатура второй раз нажимая вот такая выпадает клавиатура и при нажатии третий раз открывается стандартная клавиатура ну где отсюда можно коль мы затронули поиск этого виджета прекрасного мы сейчас попробуем найти какой-нибудь фильм так я ввел в поиск фильм 2 и вот мне нашлось все что связано с фильмом видео включая самый последний вид 2014 года шестьдесят седьмого и так далее для выхода из виджета нажимаем на кнопочку выход в меню папок материала что мы можем сделать значит следующее давайте мы откроем любой какой-нибудь фильм примеру робокоп и сразу нам тут предлагает вы видите сколько разных при разных и переводов и качества и дополнительные материалы в общем вот тут появляется тоже в строке подсказок следующее при нажатии на зеленую кнопку b на пульте откроется меню похожие материалы принципе тут и так хватает похожих материалов поэтому я остановил их не поиск и далее что отсюда еще можно сделать при нажатии на кнопочку на пульте c отсюда можно добавить любой вот например перевод с гаврилова андрея я хочу добавить в избранное для открытия полного описания хотя она у нас тут и так полностью показана ночь и иногда бывает что полностью не показано описание и она обрезана мы должны нажать на кнопку info на пульте и у нас вот так расширяется описание картинка и так далее кто главных ролях и мы можем полностью прочитать описание на фильм и еще раз при нажатии на кнопку info и естественно все возвращается на свое место чтобы выбрать нужный нам файл мы передвигаемся курсором естественно вверх вниз и для воспроизведения нужного нам файла просто нажимаем на enter где у нас еще открывается под папка о съемках tv ролики трейлеры и так далее вот трейлеров только собран на фильм робокоп 10 файлов то есть после чего мы выбираем какой трейлер мы хотим посмотреть и например давайте вы его запускать трейлер русский язык при воспроизведении давайте я сейчас нажму на паузу d кнопочка отвечает за формат изображения то есть давайте я сейчас покажу на пульте на я нажимаю на кнопку d и видите растягивается 16 9 16 9 2 вариант и full на весь экран больше всего подходит конечно вот так нам без черных полос даже можно выбрать и смотреть с правильным соотношением сторон сейчас я нажму на паузу далее вверх вниз следующий или предыдущий трек открывается который есть именно уже в этой папке на пульте при нажатии на кнопки перемотка вправо-влево перематывается на 10 секунд если на пульте нажимаем на курсор вверх-вниз то на две минуты мы передвигаемся если же мы знаем что например просмотрели 60 процентов фильма мы нажимаем на кнопочку например 6 и вот сейчас именно 60 процентов обратите внимание на полосу загрузки перемоталась наша перемотка и естественно выйти отсюда нажимаем на кнопочку назад итак давайте сейчас перейдем к еще одному из главных это выбор если мы например выбрали раздел фильмы я сейчас джойстик направляю вверх и вот выбираю раздел фильмы нажимаю на пульте на enter и сразу отсюда я могу перейти в любую из категорий возвращаясь назад и мне нужно например фильм выбрать по жанру то есть я нажимаю на жанры и перехожу вот в разнообразные жанры какие есть например к этому разделу фильмы например меня интересует жанр фантастика далее тут можно по настроению веселые страшные динамичные для души выбрать или по году далее что значит по дате выбрать например это будет я так понял от последнего то есть сейчас 2014 год поэтому отсюда будет и по дате распределена это жанр фантастика еще можно отсюда же выбрать например по популярности и на первое место выйдут самые популярные фильмы в жанре фантастика вот в этом разделе точно так же отсюда же можно и добавлять в избранное открывать избранное отсюда же можно далее отсюда можно выбирать поиск тот же самый поиск и можно отсюда переходить к настройкам то есть при нажатии на вот эту шестереночку мы перешли к настройкам виджета можно зарегистрироваться на официальном сайте fs2 я пока не знаю для чего это нужно и какие преимущества дает регистрация но тем не менее можно ввести логин и пароль и нажать enter как сказано вот справа далее выбрать player какие минусы какие плюсы тут написано качество видео выбрать и по умолчанию клавиатуру как ее хотим открывалась какая по умолчанию клавиатура для поиска и теперь вот тут уже разрешено выбирать проверять наличие обновлений виджета или нет чтобы не появлялось уведомление что вышла новая версия если вам удобно нажимаете да после чего нужно будет переходить на официальный сайт виджета и скачивать его оттуда также можно выбирать часовой пояс и после чего после того как мы внесли все изменения нажимать на кнопку а сохраняем настройки ну давайте для эксперимента мы сейчас вместе с вами выберем нестандартный player а с е f player который поддерживает смену звуковых дорожек и мне сразу показывается удомление что на моей версии телевизора этот плеер не поддерживает попробуйте если у вас свежая версия fh телевизора попробуйте изменить player и вы сможете также переключать звуковые дорожки выходим с настроек давайте я сейчас для эксперимента по добавляю некоторые фильмы избранная теперь после чего при нажатии на красную кнопку а на пульте мы переходим и видим что вот тут у нас добавлено избранное то что мы с вами и добавляли значит что тут в избранном естественно при выборе любого из фильма и нажатия на кнопку желтую c мы удаляем из избранного видео далее при нажатии на синюю кнопку d сортируем материал в избранном у меня тут мало сейчас добавлено фильмов далее переключение также по категориям в избранном от 0 до 9 или переключением вверх-вниз как переключение каналов на пульте отсюда выбираем поиск при нажатии вот на кнопку tools сразу открывается та клавиатура который я в настройках установил открываться по умолчанию перемещаться навигация по клавиатуру с помощью курсора джойстика также в этой клавиатуре можно применять голосовой поиск если у вас он есть в вашей модели и серии телевизора samsung далее выход из клавиатуры это у нас естественно нажатие на кнопку выход далее чтобы подтвердить вот любой буквы цифры или символа нужно нажимать на клавиатуре на enter и так вот таким образом можно пользоваться этим прекрасным виджетом fs2 от сторонних разработчиков за что им большое спасибо за стабильную работу за нового введения которое все больше и больше и удобнее и для нас продумывается и делаются на этом обзор виджета fs2 закончен и так вот такое прекрасный виджет у нас теперь появился с такими более расширенными возможностями о которых мы сейчас вместе с вами рассмотрели и попробовали на этом буду заканчивать всем спасибо за внимание с вами был дмитрий николаев кому нравятся мои обзоры ставьте лайки подписывайтесь вот на мой канал всего всем хорошего до скорых встреч спасибо что досмотрели это видео до конца подписаться на мой канал можно прямо отсюда нажав на вот эту кнопочку подписаться или с главной страницы моего канала как показано вот тут делитесь пожалуйста этим видеороликом в социальных сетях со своими друзьями как также показано вот тут перед вами плейлисты на все мои ролики выбирайте и интересующий вас раздел нажимайте на него и вы перейдете к полному списку всех моих видеороликов с вами был дмитрий николаев всего всем хорошего до скорых встреч